В правильном ли направлении идут дела в Кыргызстане, кому из политиков и общественных деятелей кыргызстанцы доверяют больше всего, будут ли голосовать граждане на предстоящих парламентских выборах. Эти и другие вопросы на протяжении нескольких дней задавал своим респондентам Международный республиканский институт. Так, в том, что все идет по плану, уверены 74% жителей сельской местности и 59% городского населения. Не только у нас, во всех развитых странах, или в Японии, в других странах, они поднимают малый бизнес. Вот наш президент, когда был, вот на днях был сам, сказал, что пригласил инвесторов, приезжайте, вложите нашу энергию в систему. Пожалуйста, нет таких коррупций, которые раньше, когда приезжали, документы, проблемы были документами, месяцами ходили. Сейчас все в течение нескольких дней сами пакеты документов. Если реальный инвестор хочет власть в нашу экономику, пожалуйста, добро пожаловать. Президент дает гарантии. На вопрос, каким политикам или общественным деятелям кыргызстанцы доверяют больше всего, респонденты ответили, что главе государства. Большая часть опрошенных также намерена проголосовать на предстоящих выборах, отмечая, что достоверность и целостность голосования в этот раз обеспечена. Я считаю, что все условия для того, чтобы выборы, которые состоятся чуть меньше, чем через месяц, прошли прозрачно и честно. Здесь многое будет зависеть от самих избирателей. Сейчас то время, когда необходимо, чтобы власть предпринимала срочные меры. Конечно, граждане не ждут прорывного экономического роста. Все должно происходить поэтапно. Думаю, что вектор в этом направлении задан. Я свой голос продавать не буду. Все мы видели, что произошло из-за того, что избиратели в прошлом году в октябре массово продавали свои голоса. Такое не должно повториться. К слову, Садыр Джапаров неоднократно отмечал, что государство ни в коем случае не будет прибегать к применению административного ресурса, а чиновники, которые будут замечены в этом, будут уволены однозначно и бесповоротно. Для обеспечения свободных, честных и прозрачных выборов, деятельность всех избирательных комиссий, госорганов, органов местного самоуправления и их должностных лиц сейчас должна быть направлена именно на это соответствующий указ, подписал президент Садыр Джапаров. Ни разу не был такой указ о невмешательстве государственных органов, государственных чиновников именно в выборный процесс. Не было. Не было. А вот впервые за последние 10-30 лет впервые издан указ о невмешательстве. И прямо там говорит, пускай достойные проходят. Это, во-первых. Во-вторых, государство не должно вмешиваться, и местные органы не должны вмешиваться, чтобы протащить собственные кандидатуры. И если будет вмешиваться, то будет отстранено от власти государственных органов и привлекаться к уголовной ответственности. Международный республиканский институт проводил исследования методом интервью через мобильные и стационарные телефоны. В нём приняли участие кыргызстанцы в возрасте 18 лет и старше.